Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Константин Геннадьевич Кириллов, директор Рязанского государственного театра «Кукол». Константин Геннадьевич, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, вы в ваш театр привезли очередные две высокие награды с международных фестивалей. Расскажите, что это за награды и вообще, что значат для вас они? Можно сказать, что даже три с двух фестивалей. Действительно, у нас с сентября такое время очень фестивальное. Вот мы уже побывали на международном фестивале театров «Кукол» в городе Пловде в Болгарии со спектаклем «Маленькая ночная серенада», где наш спектакль получил гран-при как лучший спектакль фестиваля. Далее мы вернулись в Рязань буквально на несколько дней. И 13 сентября мы улетели в Екатеринбург на международный фестиваль театров «Кукол Петрушка Великий» со спектаклем «Лафертовская маковница». И вот буквально 18 числа на закрытии фестиваля мы получили две награды. Лучшая работа режиссера, это Олег Джуждо, поставивший этот спектакль, и вторая награда «Лучший актерский ансамбль фестиваля». Вернулись и буквально 26 числа отправляемся на международный фестиваль театров «Кукол» в Оренбург. Оренбургский арбузник он называется. Туда мы везем маленький спектакль «Земляничная сказка». Но там фестиваль уже не конкурсный, потому что фестивали делятся на две таких составляющие. Есть фестивали конкурсные, а есть фестивали неконкурсные. Есть фестивали, на которых присутствуют жюри, и на которых не присутствуют жюри. Наверняка все помнят и знают, что наш театр является организатором старейшего и самого крупного фестиваля, международного фестиваля театров «Кукол» и «Рязанские смотрины». Так вот, наш фестиваль неконкурсный. Но мы ездим и на конкурсные, и на неконкурсные фестивали. Наверное, главный жюри – это все-таки зрители. Конечно же, основной наш ценитель – это зритель. И поэтому мы, конечно же, работаем не для жюри, мы работаем для зрителя. И поэтому, как принимает зритель спектакль, для нас наиболее ценно. Хотя, конечно же, мнение интересных профессиональных критиков для нас тоже очень важно. И мнение, конечно же, театрального сообщества тоже крайне важно для нас. Вот «Лафертовская маковница» – это, вопреки расхожему мнению, спектакль все же для взрослых. И вот вообще у вашего театра, у нашего театра Рязанского с Олегом Олеговичем сложились такие очень теплые отношения. Давайте напомним нашим зрителям, что все-таки режиссер – это белорусский, из Белоруссии приехал. Да, у нас действительно очень дружеские давние отношения, начиная с 93-го года, мы знаем друг друга. Но как режиссера мы стали приглашать Олега в 2014 году. В 2014 году он осуществил первую постановку в нашем театре «Спектакль и наказание» по роману Достоевского. И вот уже на сегодняшний день четыре постановки в нашем театре, и «Не за горами» следующая постановка. У нас договоренность с Олегом о том, что ежегодно он ставит в нашем театре спектакль, поэтому мы уже считаем его частью нашей большой семьи, собственно, как и он считает наш театр своим, несмотря на то, что он является главным режиссером Гродненского областного театра «Кукол». Константин Геннадьевич, ну вот в Болгарии вы тоже же традиционно представляете свои спектакли в Пловдиве. Насколько я помню, в прошлом году тоже вы там заводовали высокую награду? Нет, в Пловдиве мы действительно были на третий раз на фестивале, он проходит раз в два года. В прошлом году мы были на фестивале в Бургасе, тоже в Болгарии. А вот с Пловдивским театром нас тоже связывают, собственно, как уже и с Бургасским театром, нас связывают дружеские теплые отношения. Вообще в мире театра «Кукол» какая-то особая такая существует история. Кукольники гораздо теснее общаются, гораздо ближе к друг другу, нежели другие театральные сообщества. Ну, так повелось в мире. Кукольник может приехать в любой город мира, прийти в театр «Кукол» и будет принят как родной, даже если он там никогда не был. То есть накормят, напоят, спать положат, все помогут сделать. И поэтому складываются такие отношения с некоторыми театрами, которые действительно перерастают в серьезную какую-то дружбу. Вот Пловдивский театр «Кукол» для нас так важен. Фестиваль конкурсный. Мы были первый раз в 2004 году, затем были в 2012 году. И вот сейчас награду мы привезли впервые с Пловдивского фестиваля. Бургасский фестиваль не конкурсный, он open-air, то есть все спектакли проходят на открытом воздухе. Но, тем не менее, очень такая интересная атмосфера в центре города, на основной набережной. Вечерами идут спектакли, их может посмотреть любой желающий, то есть там нет приобретения билетов. То есть это муниципалитет Бургаса делает такой фестиваль. По поводу теплых отношений между кукольниками. Действительно, мы даже сторонние наблюдатели, представители СМИ, когда приезжаем даже на Рязанский, смотрим, мы видим прекрасно, как вы общаетесь, как кукольники общаются между собой. И о нашем театре очень много хороших отзывов. В частности, последний раз, когда мы были, снимали сюжет про открытие нового театрального сезона, как раз у вас тоже приглашенный мастер был, режиссер Ивановского театра. Почему все-таки вы делаете упор? Или вам хочется обмена опытом, общения вам не хватает, мало этого общения? Ну, вы понимаете, это своего рода такая свежая кровь, будем говорить. В театре должно постоянно быть обновление, должен быть взгляд немного со стороны. Если мы будем вариться в собственном соку, мы как-то так можем и перевариться. Поэтому очень важно, чтобы в театр приходили новые люди, будь то молодые артисты. А в этом сезоне в нашу труппу пришли четыре молодых артиста, два выпускника Екатеринбургского театрального института и пара из Ярославского театрального института. И точно так же важно, когда приходит хороший режиссер, у каждого режиссера есть какая-то своя история, какое-то свое видение, какие-то собственные краски. И чем больше этих красок, тем шире наша общая театральная палитра. Действительно, первая премьера этого сезона спектакль «Приключения на дороге» поставила художественный руководитель Ивановского театра «Кукол», президент Российского национального центра УНИМА, Международного союза деятелей театров «Кукол» Елена Иванова. И буквально за две недели она смогла поставить очень интересный живой интерактивный спектакль. Для нас он крайне важен. Этот спектакль мы сделали в партнерстве с нашим отделением ГИБДД и управлением образованием городским. Это очень важно. Дети смотрят этот спектакль. Он интересен. Через игру они изучают правила дорожного движения. Это очень важный момент, как вести себя в городе, на дороге и так далее. Плюс дальше происходит общение с представителем ГИБДД, что тоже очень важно. Поэтому все как-то так очень хорошо складывается. Спектакль этот еще идет, да? Конечно, но только-только начал свою жизнь. И надеемся, что он будет идти на сцене нашего театра очень долго. Константин Геннадьевич, чего еще ждать зрителям в этом году? Буквально в начале ноября месяца наш зритель увидит очередную премьеру нашего театра. Спектакль «Каштанка» под наименному произведению Антона Павловича Чехова. Этот спектакль ставит режиссер Елена Ленина, режиссер Малого театра российского, находящегося в Москве. Она уже ставила у нас спектакль «Демон». То есть, это вторая работа в нашем театре будет. Затем новогодний спектакль. Сразу после новогодней кампании Валерий Николаевич Шацкий приступает к репетициям спектакля, который называется «День, когда перестали читать сказки». Театр готовит спектакль для малой сцены «Крошечка-хаврошечка». Дальше мы готовимся к фестивалю. У нас большое количество поездок на другие фестивали. Ну и в следующем сентябре 30-й, не 30-й фестиваль, а 30 лет исполняется нашему фестивалю «Рязанские смотрины». То есть, такой юбилейный для нас год. Плюс следующий год – год театра. В следующем сезоне, буквально перед фестивалем, с 1 августа к репетициям приступает главный режиссер театра «Образцово» Борис Константинов к постановке спектакля в нашем театре. Плюс будет очень интересный международный проект, который мы придумали вместе с Борисом. На нашей площадке за две недели до фестиваля собираются 8 молодых артистов со всех континентов, со всех стран мира. А сейчас объявляется конкурсный отбор. И также Боря сделает спектакль с этими 8 молодыми артистами, представляющими все страны и континенты. И премьера также будет на «Рязанских смотринах». То есть, это некий такой кастинг сейчас идет. Да, сейчас объявляется кастинг. Это будет фестивальный проект, который дальше будет путешествовать по миру. Рабочее название этого проекта «Ума для всех одна». Дальше, сразу после фестиваля, Олег Жужда приступит к репетициям спектакля, постановке спектакля «Айболит». Ну и так далее, у нас много планов, у нас много приглашений на фестивали. В марте месяце, вернее, в апреле месяце мы поедем на фестиваль в Турцию, в Измир. Жизнь очень насыщена. Да, жизнь бурлит, стараемся успевать. Константин Геннадьевич, ну все-таки хочется спросить. Ну вот мы помним все прекрасно, я помню в частности, кукольный театр как что-то такое сказочное, из детства прекрасное. Но сейчас все чаще и чаще у вас в театре ставятся постановки для взрослых. И они действительно какие-то необыкновенные. Вот я почему про Лафертовскую маковницу спросила, потому что меня просто покорила эта постановка на самом деле. Или это и эффектами, и режиссурой, и актерской работой. Вот что взрослым ждать еще тоже, зрителям? Ну вот спектакль, который будет делать Борис Константинов, который будет спектакль репертуарный нашего театра, не тот проект международный. Он тоже будет ориентирован на молодежь. То есть мы не будем говорить, что это слишком какой-то такой возраст серьезный. Мы ориентируем этот спектакль на молодежь. Мы его задумываем как такой очень музыкальный, драйвовый, чтобы молодым людям в нашем театре тоже было интересно. Ну это замечательно. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно театр, Рязанский театр ценится как один из лучших, а вот зрители. Как со временем зрители меняются, детишки, какие-то, может быть, запросы общества новые? Как это реагирует по-новому? Ну, вы знаете, здесь на нас действительно лежит какая-то очень такая особая миссия, которую мы осознаем и стараемся ей следовать. Потому что, по сути, театр кукол – это первый театр, в который приходит человек. Он приходит маленьким. Его, конечно же, приводят родители, бабушки, дедушки. Он не сам пока еще делает этот выбор. Но знакомство с театром происходит именно с театра кукол. Поэтому наша задача сделать это знакомство и это вхождение в искусство театра как таковое очень правильным. Мы ни в коем случае не должны ни напугать, ни как-то отвернуть от театра. Поэтому мы стараемся вот этот вот такой семечко театра посеять в душу маленького человека, приходящего в наш театр. И дальше мы будем вместе расти. Дальше он уже пойдет на спектакли в театрно-соборный как подросток. И в нашем репертуаре есть спектакли для подростков. Дальше вечерний репертуар, драматические спектакли, музыкальные спектакли. Поэтому вот мы как раз-таки открываем эти ворота в мир театрального искусства. Для нас это очень важно. У вас какое-то необыкновенное техническое оснащение. То есть это и 3D какие-то технологии, лазерное шоу. Вот об этом расскажите немножко. Что сейчас действительно не только в 3D кино интересно ребенку, но у вас-то даже еще интереснее. Ну, действительно, после реконструкции, благодаря правительству Рязанской области, губернатору Рязанской области, наш театр действительно очень хорошо оснащен. Но технологии, мы, конечно же, живем в ногу со временем и не отмахиваемся от этих технологий. Но нельзя уйти полностью в технологии все равно. Театр – это искусство живое. Поэтому мы это используем как инструменты. Мы действительно почти подошли вплотную к 3D. У нас есть замечательный спектакль «Золушка», где все эти технологии используются. Есть, и это производит впечатление. Ну, лазерное шоу сейчас никого не удивишь. И мы практически уже этого мало используем. В основном это проекция, 3D-мэппинг. Вот сейчас в эту сторону. Но я еще раз хочу сказать, что это ни в коем случае не должно быть самоцелью. Все равно театр будет всегда, если будет артист и зритель. И вот может больше ничего не быть, если будет хороший артист и будет зритель, это уже будет театр. Константин Геннадьевич, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вынуждена с вами попрощаться. До свидания. До свидания. Всего доброго. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова